Средняя премьерность стопы на детальных скважина составит около 80 км в сутки. Геолог Лангипаснефтегаза Дамир Мазитов рассказывает о новых способах добычи нефти на старых месторождениях. В качестве примера взял Южно-Покачевский участок промысла. Моя работа включает в себя присоединение запасов, которые не были вовлечены ранее в разработку. При этом при вовлечении данных запасов мы даем второй шанс месторождению зажить новой жизнью. И непосредственно вовлекать мы эти запасы будем путем зарезки вторых стволов. Оператор обезбоживающей и обессоливающей установки подготовки нефти уранифтегаза Федан Султанов в своем проекте взял курс на экологию. Молодой человек предлагает модернизировать процесс ревизии трубопроводов и сделать его еще безопаснее для окружающей среды. Каждый, кто выступает, думает, что он победитель. Ну и свою работу отстелена на отлично. Ну выступление полноценно на отлично. Я представил работу свою, что проведение внутренней диагностики на трубопроводы с внутренним покрытием. Сейчас большое количество трубопроводов у нас в Ханты-Мастер-Автономном округе строится по технологии Батлер. Это просто труба в трубу впрестовывается. Никакой сварки нету. Вот, получается данная технология. Практически все участники конференции взяли ориентирные инновации. Например, ПОВ в нефтегазе планируют повысить энергоэффективность электроцентробежных насосов с помощью внедрения высокотехнологичных агрегатов. Я предлагаю изначально завода подготовить и закупать станции управления с конденсаторными устройствами для уменьшения потребления реактивной мощности. У нас на предприятии это не очень актуально, потому что у нас сейчас идет интенсивное внедрение вентильных двигателей. Они сами по себе считаются энергоэффективными. Представитель Покачевнефтегаза Эльвир Хабипов выступал перед жюри в числе первых от Лукоил Западной Сибири. Он в своем проекте обратил свое внимание на низкопроницаемые залежи нефти. Чтобы добывать такое углеводородное сырье, необходимы дорогостоящие технологии. Геолог из Покачей предлагает решить проблему через импортозамещение. Вполне реализуемо. В моей разработке представляется зарубежный опыт, но оборудование для данной технологии уже производится в нашей стране. То есть, грубо говоря, мы независимы от частных поставщиков, можем работать в России. Ну, импортозамещение, грубо говоря. За выступлениями молодых специалистов Лукоил Западной Сибири внимательно наблюдают более опытные коллеги. Я приехал сюда впервые и уехал без какого-то призового места. Я предлагаю не расстраиваться, потому что в первый раз это главное все-таки не победа, а участие. И, так скажем, будет хороший задел, чтобы загруппироваться и уже подготавливаться к следующим конференциям. В 17-й конференции молодых недоропользователей приняли участие 250 человек из более чем 20 нефтегазовых предприятий. То, что касается молодых специалистов, которые участвуют здесь, они работают в компаниях. У них есть уникальная возможность то, что они разработали, внедрить на тех площадках, где они непосредственно работают. Конечно, это инновация. Сегодняшнее развитие нефтегазового отзыва требует инноваций, современных технологий. Потому что все-таки, чтобы идти так же динамично дальше, нужны технологии. Мы это видим, это компании представляют, это развивается. С каждым годом это все улучшается и внедряется в производство. География форума с каждым годом становится шире и уже вышла за рамки региона. Здесь представители не только Югры, но и Ямала, Тюменской области, Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурга. Актуальность, новизна внедрения в производство именно по таким критериям жюри оценивают выступления у участников. При идеальном раскладе молодой специалист получит 100 баллов. За первое место 20 тысяч рублей и бесценный опыт определяют также серебряных и бронзовых призеров. Из 250 участников эксперты отметили 45 человек. Среди них и нефтяники «Лукул» Западной Сибири. В частности, 100 баллов получил Сергей Котов, инженер отдела обеспечения и эксплуатации оборудования «Уральнефтегаза». Это позволило занять ему первое место в секции проектирования и обустройства. Он показал способы повышения надежности насосного оборудования. Третье место в секции технология работы скважин геолого-технические мероприятия заняла Марина Гришина. Молодой специалист коголым нефтегаза с работой бурения боковых стволов с разветвленными горизонтальными окончаниями. Никита Рогозин, Станислав Крумко. Специально для новостей. Продолжение следует...